Прогулку по моему родному городу Резакна начнём с улицы Израильской. Зелёная синагога – самое старое деревянное здание в городе и единственная на территории Балтии деревянная синагога, которая без значительных видоизменений сохранилась до наших дней. В конце XIX века еврейские торговцы и рукодельники составляли около 50% от общего счёта жителей города. Синагога построена в 1845 году. Фасад делан в стиле класситизма ампира. В начале XX века синагогу перекрасили в тёмно-зелёные тона. Тогда она и получила своё название. После реставрации с 2016 года синагога опять открыта посетителям по средам и субботам. Почти напротив находится музей Латгальской письменности имени Владислава Лоча. Музей основал Петерис Лотц. Он родился в 1945 году по образованию электрик, но его увлечение было сохранение латгальских рукописей. Половина музейных экспонатов и рукописей посвящена его дяде Владиславу, который был известный книгоиздатель и писатель. Он в 1939 году основал Латгальскую печать в Дауглпилсе и долгое время ей руководил. В музее можно осмотреть коллекцию изданий Владислава, журналы, книги, разные документы, газеты, фотографии и многое другое. Так как музей частный в связи с кончиной Петериса Воча, дальнейшее развитие музея не очень ясна. Мы находимся на одной из старейших улиц города Резакне – улице Латгалес. На этой улице до сих пор сохранилась часть исторических зданий. История улицы началась в XVIII веке, когда Резакне стала развиваться в полноценный город. В 1773 году Резакне получила права города, а в 1778 подтвердили новую планировку. В то время и еще много лет в дальнейшем улица Латгалес исполняла функцию главной улицы города. Тогда на улице были только одноэтажные дома из бревен. С XVIII века на улице начали строительство каменных и деревянных зданий. Характерная черта зданий была железные кованые балконы, ворота и флюгеры. Здесь у нас базар. В конце XIX века на улице построили характерные здания из красного кирпича. Улица Латгалес, или как тогда ее называли, улица Лелла, была первая улица в городе, где появились кирпичные дома. Рядом с костелом находится построенное в 1780 году бывшее здание правительственных учреждений. В наши дни в здании находится Резыгненская католическая школа. Когда мы пришли к собору Святейшего Сердца Иисуса, он был закрыт, и мы решили обойти вокруг. Первоначально на месте современного храма находилась небольшая деревянная церковь, построенная в 1685 году. После того, как этот храм сгорел в 80-х годах XIX века, было решено построить новую каменную церковь. Строительство современного храма по проекту рыжского архитектора Флориана Виганского началось в 1887 году и завершилось в 1902 году. Освящение храма состоялось в 1914 году, после окончания последних отделочных работ. Настоятелем собора был один из идеологов Латгальского возрождения Францис Трасунц. Он возглавлял Резигненскую католическую общину в 1904 по 1906 год, именно в эти годы сформулировав основные идеи национального и культурного развития Латгалии и обозначив ее единство с латышами Витзена и Курзена. В течение одного лета под его руководством вокруг костела была возведена ограда. В самом храме установлен внушительный дубовый алтарь. С мессы в соборе начался 26 апреля 1917 года Конгресс латышей Латгалии, проголосовавший за объединение латышского народа с формированием территориальной общности Режицкого, Двинского и Люцинского уездов с уездами Лифлянской губернии. Во время торжественной мессы впервые прозвучала торжественная песня «Девс в этой Латвию» «Боже благослови Латвию», ставшая впоследствии гимном независимой Латвийской республики. Напротив находится наша автостанция. В 2012 году был проведен ремонт улицы. Полностью реконструировали покрытие улицы, пешеходные дорожки и остальную инфраструктуру. Мы пришли к площади, посвященной Латгальскому конгрессу. 5 мая 2017 года торжественной мессой в соборе было отмечено столетие судьбоносного конгресса, на которое врезокно приехали президент страны Раймонд Свеяйонис, премьер-министр Марис Кучинскис, депутаты Сейма и мэры городов Латгалии. Здесь написано, что в 1917 году, 26 и 27 апреля, на этом месте в кинотеатре Диана состоялся первый Латгальский конгресс, где обсудили объединение Латгалии с Курзана и Винсена. Одна из исторических улиц города, улица Бривейбас, во время Второй мировой войны тяжело пострадала. Налет советской авиации начался в зеленый четверг около 9 часов вечера и был нацелен на берег реки Резакне и густонаселенную, но бедную южную часть города и длился около 3 часов. После часа тишины шла следующая волна нападения, которая больше тронула северную часть города и продлилась до рассвета. На рассвете вокруг царил хаос. На улице хвалялись обломки зданий, телефонные столбы, разбитые стекла из окон, ямы от бомб и окровавленные тела людей. Советская власть бомбежку Резакна тщательно скрывала. Парадокс, но железнодорожным станциям и немецким войскам бомбежка не принесла существенных потерь. Основными жертвами оказались мирные жители. Памятник Резакненским освободителям в ноябре демонтируют и Алешу ногами вперед увезут в оккупационный музей.